Уже в этом году десятки семей российских немцев собираются кардинально изменить свою жизнь. Выбрав для себя постоянным местом жительства нашу страну, интерес у немецких гостей вызывают многие регионы России, в том числе в Верхней Волжье. В Удомлю приехали руководители землячества российских немцев из города Вайден. В программе визита Центральная городская библиотека имени Николая Зварыкина, Удомельский музей культуры и искусства «Чайка», где в свое время работал Левитан и выступал Шаляпин, Центр цифрового образования «Айти Куб», средняя школа имени Попова. «Айти Куб» создан по инициативе президента Российской Федерации и входит в национальный проект и образование. «Айти Куб» — это структурное подразделение Дома детского творчества. В Центре дети учатся разрабатывать приложения, программировать роботов, работать с 3D-принтером, создавая видеооткрытки и видеоигры. Бесплатность, разнообразие и доступность обучения впечатлили руководители делегации Владимира Гокко. Такое, признался председатель землячества российских немцев, он видит впервые. Столько для детей сделано, такие возможности. И дети, главное, с 5 лет, да, там есть, детям с 5 лет можно развиваться во всех, в разных направлениях. Химия, биология, я не знаю, айтишники. И с самых низов дети поднимаются, и поступая в институт, у них такая уже база. В восторге от посещения у Домельских детских учреждений и Марии Беккер. Мария родилась в Казахстане. После развала Советского Союза с семьёй уехала в немецкий Вайден. В Германии Мария работает с детьми, поэтому методы обучения и воспитания российских школьников так заинтересовали гостью. Я тоже под впечатлением, так как я всё-таки работаю с детьми, и увидев вот это, ну я не знаю, даже это вот такое колоссальное, наверное, вот это всё-таки, такие возможности давать детям, и тем более ещё мы как бы узнали, что это всё бесплатно, то я не знаю, я, конечно, я под впечатлением. Я в Германии такой школы не видел. Казалось бы, у нас продвинутые мы. Вроде бы как. Но дети с определёнными особенностями, и к ним такой подход внимательный. Под впечатлением от увиденного немецкие гости мечтают, что совсем скоро гостеприимная удомельская земля станет для них новым домом. И эта мечта, благодаря программе возвращения соотечественников на территорию Российской Федерации, может осуществиться. Удомельский край они выбрали за красоту здешних мест, чистому воздуху, доброжелательности местных жителей и возможности гармоничного воспитания своих детей и внуков. Впечатления просто зашкаливают. То, что мы видели и школы, и библиотеки. Плюс сейчас мы посмотрели эти места, где можно и строить, и развиваться. Для нас очень хорошая и классная история. Для нас это большая честь, что вы заинтересовались нашей землёй и, конечно, рады всегда гостям. Интерес иностранцев к нашей стране растёт. Ожидается, что уже в этом году в Удомлю приедут несколько немецких семей. Трудиться и жить на благо Верхневолжья.